Диагноз «аутизм» Захару Волкову поставили, когда мальчику было 4 года. Даже врачи сомневались, сможет ли мальчик заговорить. Сегодня Захару 16. Он играет на гитаре, поёт песни на французском языке, любит группу Любе и вот уже полтора года посещает театральную студию «Особенные люди», где также делает успехи. Я стану звездой. Конечно. Я ожидал, что... Как и других песен. Художественный фильм «Белое солнце пустыни», «Ваше благородие», «Госпожа», «Удача», «Разлука», «Чужбина» или «Победа». Открытый урок для детей с особенностями развития в театральной студии – своеобразное подведение итогов за год работы. По Владивостоке практически нет площадок, где такие ребята могут встречаться, общаться, играть, а значит, социализироваться и развиваться. Здесь они не только репетируют, но и придумывают костюмы, и даже сами готовят реквизит к постановкам. Мы делаем не просто инклюзивную среду, а вещи, где дети могут максимально раскрыться. То есть они занимаются театром, они занимаются прикладным творчеством, они у нас будут делать реквизит к спектаклу, к следующему. Там крыночки стоят на столе, это ребята отливали. В театральной студии ребята вместе с родителями не просто занимаются, они живут большой и дружной семьей. В каждой своя непростая история, и здесь они получили возможность поддерживать друг друга. А дети тесно общаются со сверстниками. Именно общение многим дало резкий толчок к развитию, считают родители особенных детей. Он стал проявлять интерес к жизненным каким-то таким аспектам, на которые раньше он не обращал внимания. Дети дружат, как бы у него друзей-то не было, а здесь коллектив, и они очень так слаженно сработались, они вообще молодцы. Завершили сезон юный театрал и чаепитием, и вот уже начали готовиться к следующему. Какой спектакль начнут репетировать, это секрет, который пока не раскрывают. Но родители уверены, что он еще больше сплотит детей и раскроет в них новые способности. Олег Завьялов, Светлана Садовая, Алексей Заровны. Новости на восьмом.